Речь Петра Булки ни у кого нет? Начнем на третьей говорить, да? Петербург Что помнят его особняки и мостовые? Что повидали его гранитным нами за эти столетия? Истории города звучат в улице. Нужно только повнимательнее прислушаться, и все появится вновь. Поможет в этом поэте. Вот промчалась каретка в гущаке. Трепещу парус африката на ветру. Маршалок свистит перед тобой. Прозвенелый катый трампань. Где-то хребет тело. В этом фильме мы прогуляемся по любимым местам и послушаем стихотворения. Строчка за строчкой они складываются в одну историю. Историю Петербурга в стихах. Моя спорила с Петром. Не построишь Петрограда. Покачу я шведский гром в корабле крылатых стадов. Хлынет вспять моя Нева, оболченная водами. За отъятые права отомщу ее волнами. Что тебе мои поля? Вечно полные волнений. Велика твоя земля. Не озреть твоих владений. Речь Петра гремит в ответ. Сдайся, дерзостное море. Нет? Да пусть узнает свет. Кто из нас могучий в споре? Старет град же наречен по строителе высоком. Для моей России он просвещение будет оком. Рек могучий. И речам море вторило сурово. Вена билась по устам. Но сбылось Петрова слова. Помнит древнюю вражду. Помнит мстительное море. И до общения примет в сду. Шлет наград поток и море. Ополчается Нева. Но от твердого гранита Не отъяв свои права. Удаляется сердце. На пломок диких гор. На коре взлетел строитель. На добычу острый взор Устремляет победитель. Взоркий страж своих работ Взором сдерживает море. И нас мышь его зовет. Кто ж из нас могучий в споре? ПОЕЗЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 особый мир. ПЕСНЯ 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 Громадный Петербург, как ты хорош в то время, когда души не жмет за борт житейских бремя. И как противен ты, и как болит душа, когда в кармане нет немедлого гроша. ПЕСНЯ 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 Музыка На Невском, как при войне строя, растет вечерняя толпа, Но неподвижен сон спокойный Александрийского столпа. Границ суровый, величавый, обломок до временных скал, Как знак побед, как вестник славы, ты перед царским домом стал. Ты выше, чем колонна Рима поставил знамение креста, Несокрушима, недвижима твоя тяжелая пята. И через кровли низких зданий, все озера я пред собой, Ты видишь в сумочном тумане двух древних скилсов над Невой. Глаза в глаза вперед безмолвные, Исполнены святой тоски, они как будто слышат волны иной, Торжественной реки. Для них, детей тысячелетий, лишь сон видение этих мест. И этот верст, и стены эти, и твой вснесенный к небу крест. И видев, что багряным диском на запад солнце склонено, Они мечтают, как давно песка на павшем обелиском горело золотом оно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так радостно бросить бумагу и книжки, Взять весла и хлеба в кульке, Коснуться холодной и ржавой задвижки И плавно спуститься к реке. Качается пристань на бледной крестовке, Налево — Белагинский мост, Вдоль тусклой воды серебрятся подковки, А небо — как тихий подвоз. Седлиственница выгнала алые точки, Белеет в саду флегелек, Кот тонно обходит дорожки и кочки И нюхает каждый цветок. Затекшие руки добывались до гребли, Уключенный стол чуть-чуть, На веслах пресли какие-то стебли, Майки за кадром моем, как путь. Бестреть нарядами дальняя стрелка, Вдоль мели щетин и камыш, Все шире вода голубая тарелка, Все глубже весеннее тихо. Лишь катер порой пропыхнет торопливо, Горбом заслонится волна, Матрос, словно статуя, Выебил, как белье. Очнешься — и вновь тишина. О Родине каждый из нас, вспоминая, В тоскующем сердце внес Кто Волгу, Кто мирные склоны Волгая, Кто заросли ялтинских роз. Под пеплом печали храню я ревниво Последний счастливый мой день. Крестовку, широкая лона разлива И стрелки, зеленые силы. Крестовка, широкая лона разлива Город северо-туманный, Красный Петроград, Город призрачный и странный, Город марикад, Город радости безумных, Светлых дунок плот, Город пламени крови, Воклыве свободы. Город первый, Город красный, Ты разбил тюрьму, Не отдам тебя и красный город, Никому не отдам твоих знамена, Красные врага. Если надо, Жизнь без стона, Я за тебя отдам. Город крови, Город стали, Каменных громад, Город, где на рамках стали, Красный Петроград. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН ПЕСНЯ Давно история случилась эта, а все же не меркнет в памяти людской. У двери ленинского кабинета стоял солдат с винтовкой, часовой. Стоял с утра, не слышный, неприметный, на вытяжку, ружьем прижав к плечу. Ильич работал. Коридором светлым несли радиограммы и пакеты. Знакомые солдату по портретам товарищи входили к Ильичу. Плохие с фронта поступали вести, шли ходоки и ленин их встречал. И провожал, и все на том же месте солдат с ружьем на вытяжку стоял. И вот Ильич, бойца там заметив, тугую дверь попридержал ногой, взял стул в своем рабочем кабинете и попросил. Солдатый, дорогой, казалось, ну что особенного случилось? Ну, вынес стул, ну, попросил присесть. Ведь не сказалось, что ты длинный весь, а ничего в народе не забылось. Солдатый, дорогой, казалось, что ты длинный весь, а ничего в народе не забылось.